Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Сегодня наше занятие посвящено обзору тех финансовых структур, которые по-простому часто называют финансовые рынки. Каждый трейдер должен хотя бы в общих чертах разбираться, какие существуют мировые финансовые рынки и понимать, что стоит за понятием индекс. Но вначале предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить торговле на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. Первая большая тема занятия – финансовые рынки и как они делятся по типам торгуемого актива. Сегодня у нас не будет деления на первую и вторую часть, тест будет идти параллельно. Поэтому прямо сейчас приготовьте бумаговую ручку. Во второй части расскажу, что такое финансовые индексы, как они устроены и для чего их используют трейдеру. Те, кто захочет лучше проработать тему занятия, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. Бумага и ручка под рукой? Отлично, тогда продолжаем. Сегодня тема занятия – что такое финансовые рынки. Начнем с определения. Финансовый рынок – это структура, позволяющая участникам рынка осуществлять покупку и продажу различных финансовых активов. А теперь вопрос. Подумайте и назовите основные рынки по типам торгуемого актива. Сейчас вам как раз понадобится бумага и ручка. Готовы проверить себя? Тогда время пошло. Сколько типов рынка вам удалось вспомнить? Если вы вспомнили про один из самых древних рынков товарный, поставьте себе плюс 5 баллов. Если вы не забыли про валютный рынок, добавьте еще себе 5 баллов. Кто упомянул про фондовый рынок, добавьте себе тоже 5 баллов. Кто вспомнил все три кита, на которых стоит мировая экономика, поставьте себе 15 баллов. Теперь поговорим о каждом рынке подробнее. Товарный рынок относится к рынкам, на котором торгуют первичным сырьем, а не продукцией, обрабатывающей промышленности. На рынке представлены сельскохозяйственные продукты – пшеница, кукуруза, кофе, соя, хлопок и другие. Также на товарных рынках активно торгуют полезными ископаемыми – золотом, платиной, нефтью, медью, газом и другими. Товарные рынки включают физическую торговлю сырьем. Но в последнее время приоритет отдается торговле деривативами на товары. Деривативы – это производные финансовые инструменты, такие как опционы и фьючерсы. Фьючерсные контракты являются самым старым из способов инвестирования в сырьевые товары. Фьючерсы выпускаются биржей и обеспечены материальными активами. Прежде чем я вам расскажу о крупнейших мировых товарных биржах, давайте проверим, сколько крупнейших мировых бирж вы знаете. Ну что, готовы напрячь память и назвать основные мировые товарные биржи? Отлично! Тогда начали! Помните? Мы сейчас вспоминали товарные биржи, а не фондовые. Если вы закончили, тогда проверим. За каждую названную биржу поставьте себе плюс 10 баллов. Первая в нашем списке – Чикагская товарно-сырьевая биржа. Самая крупная товарная биржа мира. Главное здание расположено в Чикаго. Биржа основана в 1874 году. Следом идет Лондонская биржа металлов. Крупнейшая в мире товарная биржа, которая специализируется на цветных металлах. Лондонская биржа – главный мировой центр торговли медью, алюминием, оловом, никелем, свинцом и цинком. Нью-Йоркская товарная биржа – крупнейшая во всем мире биржа по проведению торговли нефтяными фьючерсами. Она основана в 1882 году. В 1994 году произошло ее слияние с биржей Комекс и биржи стали работать под текущим названием. В 2008 году объединенная Наймекс вошла в группу Чикагской товарной биржи. Чикагская торговая палата, основанная в 1848 году, по праву считается самой старой в мире биржей товарных фьючерсов и опционов. С июля 2007 года Чикагская торговая палата договорилась с Чикагской товарной биржей, о слиянии. Кто назвал все четыре товарные биржи, поставьте себе 40 баллов. Переходим к валютным рынкам. На всех централизованных биржах есть валютная секция, но основной мировой площадкой, на которой происходит обмен валют, является рынок Форекс. Форекс – это сокращение с английского «валютные операции». Отличительной особенностью рынка Форекс является то, что все сделки проходят онлайн, и у него нет своего физического места, где бы происходили торги. Несмотря на это, Форекс – самый крупный рынок планеты по обороту совершаемых сделок. К ведущим валютам рынка относятся американский доллар, евро, японская иена и английский фунт стерлингов. Форекс работает круглые сутки в течение всей рабочей недели, но активность совершаемых операций значительно снижается, когда мировые биржи закрыты. Следующей важнейшей составляющей финансовой структуры является фондовая биржа. Фондовая биржа – это финансовый институт, позволяющий участникам рынка осуществлять покупку и продажу различных ценных бумаг. В каждой стране мира с развитой рыночной экономикой есть национальная фондовая биржа, где можно торговать акциями, облигациями организаций этой страны. Для того, чтобы акциями можно было торговать на бирже, предприятию необходимо произвести процедуру их размещения на фондовом рынке. Прежде чем мы перейдем к крупнейшим мировым фондовым биржам, проверим, сколько вы их можете назвать. Я засеку время. Готовы? Тогда начали! Думаю, что многие, кто интересуется финансами, правятся с этим заданием достаточно легко. Идем проверять. За каждый правильный ответ ставьте себе 5 баллов. Начнем с Нью-Йоркской фондовой биржи. Она создана в мае 1792 года и на сегодняшний день является крупнейшей в мире фондовой биржей. Ежедневный оборот биржи составляет несколько триллионов долларов. Далее идет NASDAQ или Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам. NASDAQ был создан в 1971 году благодаря стремлению Конгресса США к систематизации торговли и к текущему моменту является крупнейшей электронной фондовой площадкой в мире с ежедневным оборотом около полутора триллионов долларов. NASDAQ ориентируется на ценные бумаги высокотехнологичных компаний и работает круглосуточных. В результате объединения двух самых старых бирж Японии, Осакской биржи ценных бумаг и Токийской фондовой биржи, они основаны в 1878 году, образовалась третья по величине торговая площадка в мире – Japan Exchange Group. Официальной датой открытия новой объединенной биржи является 1 января 2013 года. Шанхайская биржа – крупнейшая биржа континентального Китая. Начала торги в конце 19 века. Биржа является некоммерческой организацией управляемой комиссией по регулированию ценных бумаг Китая. Отличительной чертой биржи является торговля двумя типами акций. Первый тип торгуется за юани, а второй номинирован в долларах США. Рождение объединенной биржи Евросоюза произошло в 2000 году. В результате слияния Парижской, Брюссельской и Старейшей в мире Амстердамской биржи позже к ним присоединилась Лиссабонская фондовая биржа. Пройдя сложный путь слияния и поглощений, биржа в 2013 году была выкуплена Unice Group биржевым холдингом ICE, став крупнейшей глобальной торговой площадкой. Замыкает наш список Лондонская фондовая биржа, одна из старейших торговых площадок в мире. Ее история начинается в далеком 1698 году. На текущий момент Лондонская биржа одна из влиятельных европейских площадок и по количеству компаний в котировальном листе обгоняет Euronext в два раза. Кто сумел вспомнить все биржи из списка, поставьте себе плюс 30 баллов. Мы перечислили только крупнейшие биржи мира и их уже оказалось 6. А если учитывать, что на них торгуются десятки тысяч различных ценных бумаг, как во всем этом разобраться? Как вы думаете, есть ли способ, позволяющий сделать вывод по общему состоянию рынка ценных бумаг? Оказывается, такой способ есть и он эффективно работает и сегодня, хотя был разработан более 100 лет назад. Называется он индексом, и сейчас о нем поговорим. Биржевой индекс – это индикатор состояния рынка ценных бумаг. Как вы думаете, какая идея лежит в основе индекса? Не спешите? Подумайте несколько секунд. Есть идеи? Разберемся в этом, так как любому трейдеру надо знать, что стоит за понятием индекс. Начну с предыстории индекса. Попытку упорядочить информацию и найти закономерности предпринял Чарльз Доу в 1884 году. Ему принадлежит идея оценить дневное движение акций различных имитентов единым измерителем. Для этого он рассчитал среднюю арифметическую цену акций девяти железнодорожных и двух промышленных компаний. Поэтому, кто ответил, что в основе индекса лежит расчет среднего арифметического цен группы акций, поставьте себе в плюс 10 баллов. Изначально свои расчеты Доу не публиковал, а использовал исключительно для анализа. Чарльз Доу обнародовал индекс 26 мая 1896 года. С того момента у инвесторов и брокеров появился инструмент, который позволял видеть и оценивать общую картину происходящего на рынке. Когда индекс обновлял максимумы, на Уолл-стрит понимали преимущество на стороне быков. Когда обновлялись минимумы, становилось ясно – более сильные медведи. Доу рассчитывал свой индекс для совсем небольшого по современным меркам количества компаний – 11. Ему хватало минимальных затрат, времени и вычислений, чтобы рассчитать простое среднее арифметическое котировок на конец дня. Сейчас промышленный индекс Доу Джонса охватывает 30 крупнейших компаний США. Теперь на примере посмотрим, как формируется индекс. Представьте себе, что у вас есть акции трех компаний – А, Б и С. И мы хотим сформировать на их основе индекс. Текущая цена акций представлена на слайде. Просуммируем цены и рассчитаем среднюю. Средняя цена будет равна 100. Поздравляю, мы с вами только что создали свой индекс А, Б, С акций. Пусть цена на акции вновь изменилась, опять рассчитаем среднюю. Средняя цена или индекс А, Б, С вырос на 5 пунктов. Смотрите, что получается. Некоторые акции выросли сильнее, некоторые даже упали. Но в целом индекс вырос на 5%. Индекс – это замечательное изобретение, потому что позволяет в одной цифре оценить текущее положение дел. Например, если вы посмотрите динамику поведения отраслевых индексов, вы сможете оценить текущее положение в отрасли. Поэтому индекс – очень важный индикатор. Раз индекс играет такую важную роль, попробуйте вспомнить и перечислить основные мировые индексы. Я засеку время, а вы напишите список. Готовы? Начали! За каждый названный индекс начисляйте себе по 5 баллов. В первом списке по праву стоит родоначальник всех индексов – промышленный индекс Доу Джонса. Это, наверное, самый популярный индекс в мире. В его состав входят 30 крупнейших компаний США из различных отраслей – финансов, транспорт, потребительский, пищевой и промышленные сектора. В индекс входят известные во всем мире компании – Coca-Cola, IBM, Intel, Microsoft, General Motors и другие. Второй не менее популярный индекс – S&P 500. В него входит 500 крупнейших по капитализации компаний США. Поэтому по самому индексу можно судить, как обстоят дела в экономике страны, так как он затрагивает все основные отрасли. Nikkei 225 – японский индекс. В него входит 225 компаний. Ежегодно состав пересматривается. В состав индекса входят такие промышленные гиганты, как Honda, Panasonic, Mazda. Это наиболее важный индекс в азиатском регионе. DAX – немецкий биржевой индекс. В него входит 30 самых главных компаний Германии. FTSE 100 – индекс лондонской фондовой биржи. Один из ключевых индексов на европейских площадках. В его составе 100 крупнейших компаний, торгуемых на лондонской фондовой бирже. KEX 40 – французский фондовый индекс, в составе которого 40 крупнейших компаний, торгующихся на парижской фондовой бирже, таких как Renault и L'Oreal. И замыкает наш список два российских индекса – ММВБ и РТС. Каждый из индексов включает в себя 50 наиболее ликвидных и крупнейших компаний России. Состав и механизм расчета у индексов абсолютно одинаков. Различие состоит в том, что ММВБ рассчитывается в рублях, а РТС – в долларах. Если вы смогли перечислить все индексы, поставьте себе еще 35 баллов. Друзья, конечно же, такую серьезную и обширную тему не разобрать за короткий урок. Но наша задача была дать общее представление о финансовых рынках и индексах. Также вы для оценки своего понимания проходили тест. И сейчас пришло время подвести итоги и оценить, насколько вы разобрались в теме. Если вы набрали меньше 25 баллов, сделайте паузу и пересмотрите ролик по новой. Скорее всего, вы не дали себе времени подумать. Но даже если вы старались, ничего страшного, пересмотрите ролик и вы разберетесь в вопросе. Если вы набрали от 25 до 80 баллов – неплохо, но стоит еще все внимательно проработать. Если ваш результат в пределах от 80 до 100 – это хороший результат, но и его можно улучшить. Если вы достигли 100 баллов и выше – поздравляю, это прекрасный результат и вы можете приступить к следующему уроку. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – это лучшая награда. Подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok